МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Акарде состоялось совещание по рассмотрению отчета Национального банка за прошлый год с участием главы государства. Для системного подхода к дальнейшему укреплению финансовой сферы Национальный банк вместе с правительством разрабатывает концепцию развития финансового сектора до 2030 года. Эту работу нужно завершить к июню текущего года, цитирует пресс-служба Нурсултана Назарбаева. В целом, на сегодняшний день развитие финансового сектора в стране можно охарактеризовать как стабильное. Кредиты в экономике по сравнению с прошлым годом выросли на 13%. Объемы депозитов населения достигли 10 триллионов тенге. Средства нацфонда превысили 70 миллиардов долларов, увеличившиеся за год почти на 22%, сказал президент. Кайрат Келимбетов, в свою очередь, доложил о ходе выполнения задач, возложенных на Нацбанк. По данным Интерфакс, планируемая в Казахстане амнистия капитала будет проходить по аналогии с ранее проведенной акцией в 2006-2007 годах, сообщил председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Ануар Джумадильдаев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Нацбанку подготовить проект закона об амнистии капитала до 1 июня текущего года. Последняя акция по легализации имущества, в том числе и недвижимости капитала движимого имущества, ценных бумаг, проходила 7 лет назад. Интерфакс, сообщает, мы жили из Казахстана, одобрил в первом чтении проект закона о внесении изменений и дополнения в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения. Проект направлен на совершенствование госрегулирования и управления в области здравоохранения, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, повышение потенциала кадровых ресурсов и совершенствование лекарственной политики. Военная прокуратура Казалардинского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением военнослужащих воинской части 5547 комитета внутренних войск МВД, сообщает Интерфакс Казахстан. По делу назначен ряд экспертиз и исследований. По предварительным данным, основным источником инфекции стала вода, поступающая в воинскую часть по городским сетям водоканала. Согласно результатам микробиологического исследования, в воде обнаружены множественные бактерии, не исключающие возникновение кишечных инфекций. Как сообщалось, в период с 13 по 15 апреля с признаками кишечной инфекции в больницу Казаларды попали 52 солдата. О том, что интересного произошло сегодня в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Активенская Фемида решила временно приостановить деятельность одного из крупных торговых центров города – Нордуулет. Причина – многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Проверку инициировал департамент по чрезвычайным ситуациям, и если верить словам его представителей, то в ближайшее время могут закрыться еще несколько рынков и торговых домов. Между тем, торговцы, работающие в Нордуулете, и его юристы уверены, что суд был предвзятым. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. В последнее время здание обл. суда стало площадкой для народного воли изъявления. Что не неделя, то митинги и пикеты. Настоящее торжество демократии. Сегодня здесь тоже было многолюдно. Предприниматели из торгового дома Нордуулет пришли за выяснением отношений со служителями Фемиды. На Нордуулет по решению суда в скором времени должны навесить замок. Причина – многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Правда, торговцы считают, что представители ДЧС проявили подозрительную ряность. Ведь за последние полгода они выполнили почти все требования пожарных. Требования мы начали выполнять более ранее. Хочу сказать, что у нас поменялось в бутике. Весь пластик мы поменяли на гипсокартон. Уже давно шла у нас вот эта вот переделка на гипсокартон. Установили противопожарную сигнализацию. Обязательно у всех идет огнетушитель в бутике. Еще решили вот эту вот сухую смесь, как называется, порошковую смесь. В то время, когда снаружи люди высказывали возмущение, не менее жарко было внутри. Сам председатель апелляционной коллегии по гражданским делам взялся за разъяснение действий своего подчиненного, вынесшего решение о временном закрытии Нурдаулета. Сам судья, Малик Жаркомбеков, действовал в интересах как простых посетителей торгового дома, так и самих предпринимателей. При наличии нарушения там запросто мог случиться пожар с человеческими жертвами. Руководство ТО Нурдаулета в Тубе было привлечено к административной ответственности. На них наложен штраф по остановлению суда в размере 25 МРП. Кроме того, был предъявлен иск в экономический суд. Экономический суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что нарушение имеет место быть, поэтому вынес решение о приостановлении. Пожарные, как стало известно, выявили при проверке Нурдаулета 15 нарушений. В торговом доме не оказалось автоматической сигнализации. Некоторые материалы оказались огнеопасными. Даже дверь входная оказалась некондиционной. Но юрист Нурдаулета категорически с этим не согласен. Он привел в пример другие предприятия по соседству, у которых такие же вращающиеся двери. Я указал, что из 15 нарушений, 11 мы устранили на 7 февраля, в течение октября, ноября, декабря, января, февраля. В течение пяти месяцев. Понимаете? С тремя нарушениями мы не согласны, потому что мы дали юридическую оценку, и я прямо на видео это запечатлел, я это расписал со ссылкой на закон. Что те же самые, вот это вот «Армстром», вы говорите, мы провели экспертизу, признали это не горючим материалом. Те же самые раздвижные двери, вот эти вращающиеся. Пожарные, в свою очередь, заверяют, что всегда и со всеми принципиальны. Так, ими проверен ряд торговых центров, рынков и супермаркетов. В них также выявлены нарушения противопожарной безопасности. Часть из них устранена, на некоторые организации поданы иски. Были проверены ТО «Анвар», жилгородской рынок, центральный рынок, гипермаркеты «Дина», торговый дом «Сабр» и ряд других. Сейчас точно вам не скажу. 90% из них были поданы из-за визы и решения в пользу. Между тем, торговый дом «Нурдаулет» сейчас работает в обычном режиме. В пресс-службе областного суда заявили, что у торгового дома есть полугодичный срок на устранение нарушений. Правда, для этого им необходимо подать заявление об отсрочке исполнения решения суда. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Сотрудники линейного отдела внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт контрабанды наркотиков. Пассажир, направлявшийся из Таразова-Трау, пытался тайно провести марихуану. Причем зелье мужчина решил припрятать в санитарном отсетке неработающего тамбура. В настоящее время выявляется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД в посольском поезде номер 377 сообщением Алматы-Мангишлаг был задержан 35-летний житель Атраусской области. У него было обнаружено более 4 килограммов наркотического средства марихуана. По данному факту, значит, в данное время возбуждено уголовное дело по статье 259 УКРК. В нашу редакцию обратился молодой человек, который потерял своего друга 5 лет назад. Казахстанец ушел из жизни, будучи в США. Однако по сей день стоит в очереди на получение квартиры по обеспечению жильем детей-сирот. В этой загадочной истории разбиралась Айшат Ибрагимова. Денис Наванов пришел в нашу редакцию в надежде на то, что в этой загадочной и неприятной истории прольется свет. Парень назвался другом Максата Айтпаева, который в 2008 году покинул пределы нашего государства и отправился покорять Штаты. По программе международного обмена парень уехал в Техас, где был волонтером. Спустя год Максат планировал вернуться на родину. Через месяц студент факультета иностранных языков должен был получить диплом. Однако в 2009 году парень совершил суицид. Об этом Дениса оповестила хозяйка дома, где Максат арендовал комнату. Предсмертной записки не было. Последний раз с Максатом я созванивался 27 марта 2009 года. В этот день ему исполнился 21 год. Он был очень рад, что по законам США он уже стал совершеннолетним. Было всегда весело, интересно с вами. Это фрагмент видеосообщения, которое Максат присылал друзьям. На кадрах видно, что этот парень весел и жизнерадостен. На самом неделе Максат наложил на себя руки, Денис не знает. Парень говорит, что у него и его друзей на протяжении вот уже нескольких лет нет возможности оплакать друга, так как похоронен Максат не на родине. К тому же в этой истории выясняются новые подробности. В 2007 году Максат Айтпаев стал в очередь на получение жилья. Квартиру парень получил бы примерно в 2017 году. Со дня смерти прошло ровно пять лет. О том, что парня давно уже нет в живых, в городском отделе ЖКХ не знали. Об этом им недавно сообщил Денис. ЭТПФ Максат состоит у нас в очереди как дети-сироты по данной категории. Он стоит в очереди у нас с 2007 года. В настоящее время его номер находится под номером 125. Мы направили запрос в управление юстиции города к тебе о наличии регистрации смерти. После того, как нам будут даны письменные основания, если действительно регистрация смерти будет зарегистрирована, то данный вопрос об остановлении или исключении зачередности будет вынесен на рассмотрение жилищной комиссии, по результатам которого будет принято решение. Когда подходит очередь на получение жилья, проводится полная проверка документов. Также обязательно явка самого гражданина. Как говорят в отделе ЖКХ, с таким случаем они сталкиваются впервые. Возможно, это связано с тем, что парень является воспитанником детского дома и у него нет родственников. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Важно одно – отсутствие близких родственников не должно мешать гражданам государства иметь равные права, а также быть похороненными на родине. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». С 1 апреля проводится месячник по профилактике дорожно-транспортного и бытового травматизма среди детей и молодежи. Среди причин общей смертности травмы занимают третье место и чаще уносят жизни людей молодого, трудоспособного возраста. Большая часть случаев получения травм происходит из-за низкой дисциплины пешеходов и водителей. Об этом сегодня говорили в областном управлении здравоохранения. Основными причинами высокого травматизма на дорогах и в быту является невнимание взрослых к предупреждению детского травматизма, недостаточное знание правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, а также негативный пример родителей. В ходе рейдов было выявлено, что около многих школ отсутствует дорожная разметка, а также информационные и указательные знаки. За три месяца текущего года в ДТП получили травмы 18 детей. К счастью, ни один ребенок не погиб. У нас в области на сегодняшний день более 182 тысяч зарегистрировано. Из них 110 тысяч зарегистрировано только в городе Ахтюбе. Вот этот транспорт передвигается в городе и создает вот эти условия для дорожного транспортного происшествия. Первая причина дорожного транспортного происшествия, это об этом везде говорилось. И сейчас говорится, что это низкая дисциплина водителей и самих пешеходов, участников дорожного движения. Полицейские считают, что с появлением в городе подземных и надземных переходов в районах Центрального колхозного рынка, ЖД вокзала, автовокзала, количество ДТП существенно сократилось бы. Однако появлению этих переходов препятствуют инженерные коммуникации, находящиеся под землей. А для надземных переходов необходимо дополнительное финансирование. От всего количества зарегистрированных ДТП, произошедших с участием детей, 80% приходится на детей пешеходов. Многочисленные травмы горожане получили этой зимой из-за гололеда и в результате обморожения. Количество травм, степень поражения несколько тяжелее по сравнению с прошлым годом. По итогам зимы, учитывая и декабрь прошлого года, у 13 человек проведены различные степени ампутации, различные уровни конечностей. Там учитывая пальцы в целом конечности, это количество операций. Это следствие того, что у людей диагностированы тяжелые поражения мягких и твердых тканей. Этот зимний период отличился выпадением большого количества снега, вследствие чего были проблемы с выездом в районы. Это стало причиной небольшого увеличения количества больных, получивших различные травмы по сравнению с прошлыми годами. Айшат Ибрагимов, Жасулан Жубаев, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин